всем привет очередная камера с алиэкспресс по коробке можно понять что за камера и краткие ее характеристики также можно здесь увидеть камера солнечной панелью аккумуляторы не требуется розетка 220 вольт двухстороннее аудио в камера в данном случае вай фай но также указано что опционально вы можете такую же камеру заказать с 4g модулем с поддержкой сим-карт мобильных операторов соответственно данная камера вот в таком как она есть комплекте с 4g будет ну полностью автономной можно сказать какое-то время а какое время это пока будут ее подпитывать ее аккумуляторы которые вы установите в аккумуляторный блок водонепроницаемая камера устанавливается полностью на улице по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь и легкие настройки в общем то все понятно качественная упаковка шивая такое вот название магазина алиэкспрессе переходите по ссылке там вы сможете данную камеру заказать в нескольких цветах а это черный или белый и с различными картами памяти также два варианта карт памяти вот такие вот карты приходят такого вот производителя и карту памяти можете заказать или на 32 гигабайта или как моем случае на 128 гигабайт камеру или черную или в черном или в белом исполнении соответственно также это все будет весь комплект и солнечная панель будет черная и камера солнечная панель заявлено 7 и 8 ватт мощностью герметичные разъемы здесь полностью идут это пластик ну и сама солнечная панель различные крепежные элементы кабели болты шестигранники для установки и отвертки все здесь есть уже идет в комплекте то есть это тот комплект когда ты получил заказал получил кстати доставка в течение двух недель час алиэкспресса заказываете и приходит и вот этот конструктор собрал подключил на приложение установил и радуешься кабель идет вот такой вот качественный кабель питания пятиметровый папа мама разъем именно аккумуляторный отсек разъем подключение написано для солнечной панели кабелем подключения дальше разберемся ну в общем то уже по такому типу камеры у меня были на обзоре кажется 4g был вариант и в черном исполнении сейчас вот специально заказал в белом что показать вам камеру в белом антенна вай фай нашем случае камера вай фай поэтому вай фай кронштейн для крепления на солнечной панели универсальный такой вот кронштейн из алюминиевого сплава металл это все поджимаем и это все аккуратно классно держится камеру вешаем или панель кстати этот кронштейн можно также использовать для может у вас какая-то камера есть камеру можно крепить также на него но это для солнечной панели и в нашем варианте как видите огромный плюс первый то что камера отдельно а солнечная панель отдельно и есть у нас вариант устанавливать их в разных местах понятно для камеры вариант лучше в тени находиться под навесом это идеальный вариант камера может также работать на солнце тем более в белом цвете ну ей критично это не будет но если есть вариант размещения камеры под навесом или же вообще такой вариант в помещении например например помещение вашей дачи или вашего гаража там где нету питание 220 вольт и там где нету интернета кстати эту камеру также можно подключать но в паре с одним устройством которое вам покажу дальше солнечная панель у вас на крыше установлена на пятиметровом кабеле прокинут оттуда а камера у вас или под навесом или в помещении и все камера защищена в общем-то от солнечных лучей от лишних глаз глаз например защищена замаскировали вы ее и подпитывается ее аккумуляторы аккумуляторный отсек с от солнечной панели вот такой вот вариант это идеальный вариант по камере камера имеет металлический купол вот он и также металлический кронштейн вот холодные они алюминиевый сплав крепление для с аккумуляторного отсека идет пластиковая но также это все можно собрать в кучу крепится к аккумуляторному отсеку фиксаторы здесь есть винты идут в комплекте вот такой вот вариант когда будет камера в полном сборе также можете раз рассматривать этот вариант например если вам нужно где-то на столбе над на одном установить это все в сборе все собрали и на кронштейн крепим кстати кронштейн тоже классный совсем не тяжело разобраться в принципе установки камеры вот один винт который фиксирует камеру на кронштейне при установке главное его не потерять и вот такой вот вариант сам кронштейн по уровню выставили куда вам нужно прикрутили его и потом накинули накинули на него камеру через такую вот пластину которую можно проверить поджать и удобство в чем что у вас не нужно размечать камеру держать его в руке на высоте с рассверливать через камеру отверстие вот у вас эту этот кронштейн вы установили легкий и потом камеру только хлоп хлоп закрутили и все готово также демонтировать также очень классно внутри что мы видим все за силиконе на разъем под антенну под вай фай антенну нашем случае вай фай также за силиконе на и все там вроде бы как классно выглядит никаких вопросов нету здесь у нас динамик установлен вот именно в этом месте закрыт он такой вот крышкой ну все они уже продумывают делают все капитально здесь фиксатор кабеля от продергивания также мелочи но все есть и не несколько антенна 1 антенна реальная вон кабель пошел ее дальше к вай фай модуль оснащена камера двумя и к светодиодами ночной подсветки и четырьмя желтого вот видно оттенка они л и цветодиодами ну то есть вы понимаете что имеется в камере три ночных режима черно-белый задействованием и к светодиодов цвет на переходит в цвет задействует белые цветодиоды в автомате скорее всего и третий режим постоянка цвет и белые цветодиоды но наверное я не знаю есть или нет этот режим нежелательно его использовать из-за того что у вас камера питается от аккумуляторов если если она подключена будет сетью например но блоком питания 5 вольтовым то можно на посту это дело включать аккумуляторы не будут садиться камера не будет зависеть от аккумуляторов ну а если в экономном режиме то понятно что в автомате ставить ее чтобы она срабатывала вела запись на карту памяти карта памяти здесь устанавливается кстати видите литье под динамик наверное раньше было но почему-то решили именно динамик поставить в кронштейне ну и здесь вот показан на вариант с камерой с 4g под этой крышкой будет и sim карта и карта памяти устанавливаться ну и какой плюс этих камер что они имеют инфракрасный датчик движения и к датчик движения которые реагируют на предметы выделяемые и к тепло движущиеся люди движущиеся звери и движущиеся автомобили трава листья камера реагируют но мог могут быть ложные срабатывания не без этого но мало будет камера на это дело реагировать заточена она именно под предметы выделяющие движущиеся именно под и к тепло которые выделяют здесь пластиковый идет корпус именно там где камера поворачивается здесь тут тоже тоже пластик передняя часть камеры также да также пластик в этом варианте все пластиковые микрофон фотоэлемент переводящий камеру в режим и день-ночь в зависимости от освещенности в общем-то все просто камера не тяжелая она уже идет меня миниатюрная такие варианты первые кажется были больше и они такие держишь и вес имели данная камера не такая тяжелая поэтому рассчитывать место крепления под неё сильно мощная не нужно но это пока сама камера а вот если мы установим сюда все шесть аккумуляторов понятно что вес ее увеличится ну и немаловажно 36 миллиметра объектив 4 мегапикселя матрица именно этот вариант камеры камера которая полностью самостоятельное устройство нет у него возможности работать с видеорегистраторами он вив протокол она не поддерживает нет возможно нет у нее веб-интерфейса на пк также с пока вы ее отслеживать не сможете только со смартфона с приложения у бокс приложение у бокс кажется я уже показывал вам его вот оно такое голубенькое у бокс дальше будем подвязывать камеру и все завязано на приложении полностью отслеживание камеры со звуком полностью читка карты памяти полностью удаленное отслеживание приходы уведомлений облачный сервис амазоновский поддерживает кстати амазоновское облако но как понятно месяц бесплатно дают китайцы остальное зависимости от кого тарифа который вы закажете также есть возможность сохранять запись на облаке и кстати эти камеры в основном то используются в том месте где можно сказать дикая природа дачи там где не нету цивилизации то понятно что наверное желательно и подключить облака чтоб процесс камеры увидеть если вдруг что-то с ней случилось а именно сохранилась запись потому что если камера уходит угоняют камеру то она угоняется понятно вместе с картой памяти у вас концов не будет но если у вас более надежная ситуация в том регионе где вы ставите более нормальная человеческая то можете облако не подключать на карту памяти заходить со смартфона со смартфона удаленно можно будет из любой точки мира главное чтоб камера вещала в интернет ну и изъяв ее можно в компьютер установите также просматривать как камеру удаленно то есть и поставить в то место где не будет интернета проводного если есть проводной интернет роутер у вас вайфай в том месте есть есть хороший сигнал вайфая желательно хорошему сигналу подвязывать то есть камера должна быть ну как можно ближе к вайфай роутеру идеальный вариант но если вы рассчитываете купить ее и установить где-то на даче в поле на пасеке с того как отслеживать все остальные дела то вот вайфай роутер которому я 4g принимает поддерживает сим-карты устанавливаете сим-карту обзор полный у меня есть на канале показывал я вам как работает можно ее кстати но не этот вариант а другую камеру какую-то подключить и кабелем даже также он может автономно ну для этого уже для этой связки вам нужен будет аккумулятор по аккумулятору кстати у меня тоже есть видео переходите по ссылке смотрите вдруг я ссылки не оставил закрутился пишите в комментариях я реагирую сразу отвечаю на все комментарии и оставлю вам ссылку кстати по выбору оборудования вот этого всего что я заказываю сам пользуюсь и вам показываю могу вас проконсультировать подобрать вам на своей электронной почте ссылка на электронную почту на мой кабинет в описании к видео ниже ищите и вот именно тот вариант недорогой который вы можете подключить будет он раздавать для камеры вайфай поддержка любой сим-карты вставил я сим-карту вот какая у меня была в смартфоне с тарифом и началась раздача интернета вайфая показывал я вам на видео камера будет принимать вайфай подключена к этому и будет вещать в интернет по роутеру ссылку тоже также оставляю переходите вполне рабочее устройство но если вам нужен вариант без роутера а именно чтоб джесса модуль был в камере то тогда нужно будет заплатить дороже соответственно камера 4g она идет дороже но у вас уже будет все в одном устройстве поэтому ссылку также на 4g вариант я оставлю черный или белый цвет выбирать также вам есть выбор инструкция вполне понятно не идет хоть и на английском языке qr-код для скачки приложения ios android чтобы вы не искали сразу даже показано как устанавливать как устанавливать аккумуляторы нюансы по аккумуляторам есть сейчас я вам расскажу комплекте аккумуляторы не идут ссылаются на то что самолетом запрещено перевозить аккумуляторы аккумуляторы по типу 18 650 можете вы у себя купить в городе ну или если у вас есть использовать ваши варианты установки варианты подключения инструкция цветная нормальная все есть камера кстати поворотная поворотная поэтому можете вы крутите и вращать приложение на смартфоне удаленно сколько сталкиваешься с этими китайскими камерами и поражаешься насколько все-таки китайцы продуманные просто пипец вот даже в варианте смотрите крышку снимать надо для первой установки туда аккумуляторов они все винты не закрутили болты они положили в комплект еще и запасные кажется здесь есть а всего крышку на два болта закрутили чтоб опять же не мучились сразу не откручивали все а у вас они в пакете идут отдельно даже вот такая мелочь осмотришь и приятно становится после такого вот отношения пластик посредственный но не самый плохой и на какое-то время я думаю на долго и хватит потому что я вам видео показывал по самым дешевым камерам с алиэкспресс которые мои первые были где я учился на них до сих пор они работают пластик просто пожелтел но никаких не сколов откалываний трещин не не было замечать поэтому такой вариант будет работать как говорится на ваш век наверное хватит аккумуляторный отсек и преобразователь все в общем то просто так здесь должен быть а да вот вот еще есть такой вот вариант переключатель он of микрик и что у нас еще тайп си даже можно заряжать аккумуляторы именно в аккумуляторном отсеке и это как раз тот вариант когда можно будет подключить камеру вот на месте она есть у вас протянули вы кабель 220 розетку туда блок питания подключили 5 вольтовый 2 амперный подключили кабелем заряжаются батарейки соответственно и работает камень то есть вот такой вариант тоже возможен предоставляют вам пробовать нужно и я думаю все будет работать на 6 аккумуляторов 18 650 и здесь кажется продуман тот вариант да вот смотрите вот так они сделали защиту что вы не поставили сюда не защищенный аккумулятор а именно аккумуляторы требуются защитой ну и желательно такие аккумуляторы ставить и желательно еще вам покажу ставить аккумуляторы одного одного производителя и чуть ли не одной партии и желательно чтоб заряд у них был одинаков но перед этим понятно их лучше взять и зарядить перед установкой уже камеры на место а там они уже будут своей жизнью жить заряжаться от солнечной панели или от чего вы там или подключите все многих будет конечно интересовать срок работы вот сколько многие задают вопрос сколько будет работать камера от если установлю там все аккумуляторы какое время смотрите факторов очень много и ответить на этот вопрос наверно никто не сможет а именно только владельцы это владельцы которые будут пользоваться этими камерами до долгий срок будут замечать что периодичность летом от солнечной активности понятно будет дольше дожди пошли на меньше хватит аккумуляторов холодная погода настает еще на меньше хватит аккумуляторов поэтому здесь сказать однозначно вот полгода но нельзя так сказать от активности работы камеры камера в спящем режиме когда нету движения перед ней если вы в такой режиме и и поставили потребляет минимум чем больше движений перед камерой понятно тем она активней тем потребление больше ночной режим поставили вы цветные белые светодиоды цветной режим опять же будет скорее всего расход больше чем больше перед камерой ночью движений тем дольше она светит белыми светодиодами тем потребление у нее больше соответственно аккумуляторы быстрее садятся и на меньшее время хватит но заявляет производитель в среднем режиме использования вот этой вот связки полностью заряженных аккумуляторов и еще же момент аккумуляторы есть разная емкость если вы купите например panasonic и вот такие вот защитой они по максимуму 3 400 миллиампер час имеют емкость если эти вот виду и написано 4000 миллиампер час реальных у них 2600 это не говорит о том что это емкостные аккумуляторы а вот такие вот аккумуляторы идут panasonic и они идут реальной емкостью 3 400 это по максимуму вот если вы комплект купите то понятно что на максималку хватит чем меньше емкость аккумуляторов тем меньше будет общая емкость аккумуляторного отсека тем на меньше работы времени хватит их для камеры в каждом видео по таким камерам что связано с аккумуляторами различными советую я это не реклама а именно добрый совет советую я вот такое вот зарядное устройство это может быть литокала или варикоры в моем случае варикоры и работает это дело уже давно можете видеть по коробке используюсь я часто и аккумуляторы я заряжаю только этим зарядным устройством тестером это можно тестировать емкость аккумуляторов установив есть разные режимы видео большое видео обзор данного устройства полезность его в описании к видео опять же если вдруг не оставил пишите задавайте вопросы просите ссылку дам обязательно стоит уже она на просторах алиэкспресса копейки и работает реально классно и в чем плюс смотрите камера у вас работает 6 аккумуляторов в ней стоят стоит она у вас например за 50 километров от дома отслеживаете его и удаленно все нормально подходит время аккумуляторы садятся приходит вам уведомление а у вас дома уже еще а комплект 6 уже заряженных вот в этом зарядном устройстве готовые в боевой готовности хватаете вы их едете туда севшие аккумуляторы извлекаете партию заряженных устанавливаете камера продолжает себе работать вы приезжайте домой с уставшими аккумуляторами тестируете их заряжаете что хотите то и делаете по результатам смотрите может какой-то аккумулятор уже нужно заменить но как правило эти аккумуляторы у меня если посмотрите обзоры на видео уже давно давным-давно и все отлично у них ну и обязательно перед установкой зарядить до стопроцентной емкости ну и вот вариант смотрите устанавливаю я защита аккумулятор контакт достает и видно моргнул зеленый светодиод аккумулятор установился и будет работать вариант аккумулятора без защитной платы плоский контакт здесь выпуклый здесь плоский устанавливаю его и не достает контакт контакта нету аккумулятор работать не будет но понятно что можно здесь это все дело по подгибать будет доставать но если производитель так сделал говорит о том что в плате защиты не предусмотрено скорее всего защита от низкого разряда аккумуляторов и от перезаряда поэтому вот эту вот защиту будет играть защитная плата на каждом аккумуляторе также есть варианты моменты в аккумуляторах где обманка стоит вот в данных аккумуляторах нету защитной платы а просто обманка просто в такой вот выпуклый контакт сделан ну как бы можно устанавливать будет работать но аккумулятор не защищен поэтому имейте также это в виду если вдруг будете заказывать аккумуляторы на месте здесь например у себя в стране говорите что вам именно нужно с платой защиты а не обманку ну и в китае если будете заказывать есть вариант хотя эти говорят что не могут присылать но заказывать с алиэкспресса аккумуляторы можно продавцы есть такие этим занимаются именно читайте комментарии чтобы было спло был с платой защиты тогда у вас этот вариант будет полностью защищен для теста именно для теста и не берите с меня пример буду брать тех аккумуляторы с платой защиты с имитацией без имитации все шесть аккумуляторов согласно полярности минус плюс можно использовать в данном случае и три аккумулятора и один можно использовать вы понимаете что емкость уже не то будет и понятно что нам меньшее время хватит работы камеры с данным аккумулятором аккумуляторный отсек уже приобретает вес и вес его наверно уже не сильно отличается от камеры все здесь готово закрываем винты комплекте есть все это можно уже собирать тут идет кстати даже кабель юсби тайп си но вот такой вот кабель небольшой наверно метровый ну все продумано все варианты варианты есть вот крепление аккумулятор на отсека на кронштейн слот под карту памяти в этом месте и здесь саморезы идут и резьба пластиковая здесь также разъем питания есть микро юсби две кнопки сброса скорее всего одна под 4g модуль и устанавливаем карту памяти вот ее слот здесь также до защелкивания герметичная прокладка есть вот она выпуклая такая крышка ей к ней прижимается и здесь в общем то все герметично процедуру установки sim карту карты памяти понятно нужно производить но до настройки до установки камеры долг подключения к аккумулятором аккумуляторный отсек установим на камеру и вариант тот смотрите может кто скажет аккумуляторный отсек отнести в сторону ну вот только на длину вот этих вот кабелей двух полметра наверно можно отнести его в сторону а так вот тут спецразъем подключается камера к аккумуляторному отсеку ну и винт и гайка кстати здесь удобно сделано под гайку сама контрящиеся шестигранное отверстие и гайка кстати имеет втулку гайка тоже контрится сама не нужно ничего подкладывать хотя нужно ли она здесь но все равно они такое сделали вибрации особо здесь не будет что подкручиваться кронштейн идет с возможностью менять угол поэтому а да вот именно вариант установки есть два варианта есть упор здесь именно на ответной части которая прикреплена к аккумуляторному отсеку если вы хотите в эту сторону угол то понятно разворачиваете его другой стороной если угол хотите менять в эту сторону то понятно что вот так и угол зачем когда мы крепим сверху солнечную панель солнечная панель крепится место вот ее специальная и фиксируется винтами которые также вот идут в комплекте вот эти вот мелкие которые однотипны с теми что прикручиваем крышку и тут уже вариант смотрите сами куда вам устанавливать солнечную панель камера в сборе будет выглядеть именно вот так если панель будете устанавливать отдельно соответственно прикручиваем кронштейн панели ну или же вариант может у вас есть какой-то другой установки этой солнечной панели на другое крепление то используете свое крепление а так устанавливаем кронштейн хорошо фиксируем это все дело контрагайкой и все устанавливаем его с солнечной панелью на солнечное место и тут также мы можем менять угол очень классно кронштейн дает нам возможность менять угол как захотим и фиксировать вот так вот в варианте с креплением на камеру все выглядит очень достойно ну и эта конструкция уже имеет определенный вес но вот так вот все это выглядит и смотрите дальше соединение кабелей все продумано даже вот в кронштейне в этом в аккумуляторном отсеке продумана укладка вот канальчики кабельные каналы такие сделаны фиксаторы и даже вот есть герметизирующая колечко силиконовая все продумано до мелочей в общем то в данном случае нам не нужен удлинитель подключаем камеру к аккумуляторному отсеку напрямую ее коротким кабелем вот так все это дело выглядит а камеру уже подключаем непосредственно от аккумуляторного отсека в разъем по-другому здесь не подключить смотрим там есть фиксатор такой вот так заводим и закручиваем все это дело все здесь готово и здесь готово солнечная панель подпитывает аккумуляторы аккумуляторные аккумуляторы отдают свою емкость на камере все работает в случае если солнечная панель у нас удаленно находится используем удлинитель здесь также все просто разъемы перепутать невозможно и здесь вот именно тот момент соединение герметичного разъема питания вот где используется и прокладка и здесь резьбовое соединение затяжка муфта все здесь все герметично и 5 метров у вас есть возможность удаленно установить солнечную панель кстати в комплекте осталось запасных еще два мелких винта если вдруг потеряете вы при монтаже запас также есть в комплекте пробую подключать камеру к своему домашнему вайфай роутеру переключатель включаю в положение включено есть индикаторный светодиод красный который показывает нам работу камеры именно в каком режиме камера находится мигает синий камера скорее всего хочет подключаться приложение у бокс открываю нужно зарегистрироваться пройти регистрацию для того чтобы у вас был аккаунт у вас будет список устройств несколько камер будет у вас все они будут здесь сможете вы их открывать одновременно в режиме нескольких камер и камеру у вас ну готова подключаться камеры будут у вас установлены в разных местах отслеживать вы ее с вы их сможете с одного приложения одновременно причем добавление устройства установка вайфай устройства настройка костюма вайфай настройка 4g камеры установка вайфай устройства настройте новое устройство или переместите существующие в новую сеть давайте новое устройство включите устройство подождите пока синий индикатор устройства не начнет мигать или услышите голосовую подсказку вход в состояние конфигурации все так и есть тут тоже короче показан процесс подключения устройства выберите выберите место установки оборудование консоль консону солнц пускай так будет далее определила мой роутер домашний был бы у меня включен еще вот этот роутер вайфай нашла бы его в сеть и также был бы выбор я уже выбирал на какой роутер мне подключать и соответственно от выбранного роутера я ввожу пароль вайфая не поддерживает роутеры вайфай 5 гигагерц убедитесь что ваш телефон подключен к 2 2 и 4 затем увеличьте громкость вашего телефона и держите его на расстоянии нескольких дюймов от устройства во время подключения все русифицирована пароль ввел конфигурация qr-кода показываю камере светодиод перешел в красное свечение и в синее в постоянное свечение все в общем то говорит готова камера установлена успешно перед первым применением полностью зарядите устройство все моменты все подсказки все русифицирована камера онлайн прогружается скорее всего картинка с камеры и в режиме ее работы горит синий светодиод в режиме спящим скорее всего ничего не горит и когда камера подключается идет красное свечение мигающий синий то есть такие вот варианты а просто нужно зайти на камеру камера будет может находиться в спящем режиме активировать ее может и к датчик движения если человек как я вам сказал движется перед ней или же вы зашли на камеру с приложения она просыпается смотрите там еще и определяет квадратиком мое лицо так автоматом не хочет переворачиваться ну хорошая картинка в камеру сейчас светит яркие светильники определяет мое лицо так пробую поуправлять ну небольшая задержка имеется ну она одинаково это не глюк а вот такой вот вариант и смотрите здесь управление именно поворотами идет ступенчатое ну понятно с чем это связано с тем что камера аккумуляторная автономная и чтобы по максимуму не разряживали не разряжались аккумулятор то есть ступенчато вы повернули и в общем то все но как бы шустрый шустрый работы поворота не стоит ожидать от этой камеры вот нажал и потом отпустил нажал отпустил и она реагирует вот так давайте проверим аудио раз два три 4 5 раз два три 4 а это я включил включил видео записала именно запись видео в папку смартфона помимо того что пишется на карту памяти вот сейчас я зашел в онлайне и сохранил короткий ролик также фото можно сделать фото успешно сохранено потом там можно найти в папке и раз-два-три-четыре раз-два-три и здесь тот 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 момент так как только можно отсюда и здесь тот момент когда можно разговаривать в онлайне не удерживая кнопку такой момент в двухсторонней связи имеется почему вот эти помехи шли потому что два устройства рядом вы должны это понимать и что интересно сигнал вай фай показан значок есть емкость в процентном соотношении заряда аккумулятора значок есть 77 процентов и просмотр ведет один человек все эти моменты имеются управление можно вызвать на такой вот экран то есть не не в полностью развернутом состоянии а в таком вот выезд наезд имеется в виду имеется здесь четырехкратный цифровой зум так так можно вот приблизить качество немного теряется нужно более общий план отодвинули четырехкратный такой зум имеется цифровой не оптика а цифра но все равно работает тут также все эти моменты ничего лишнего нету включить облачные сервисы зайдете почитаете так что тут у нас красная а это вот именно включение в ночном режиме белых лайт светодиодов можно зайти именно на на иконку и включить их но это будет работать именно в ночном режиме наверное не получится у меня создать сейчас ей тут ночь наверное нет ну ночью мы это дело проверим и выделяет она объект я так понял на который она реагирует выделяет квадратом зеленым или прямоугольником и здесь очень насыщенное приложение начинаю я вспоминать потому что уже показывал я вам под это приложение камеры здесь все именно тот вариант камеры когда она полностью управляется настраивается и вся информация со смартфона больше вариантов нет управления картой памяти sd-видео так это у нас в каком качестве наверно писать видео форматирование карты памяти также есть поддержка здесь есть все прописано до 128 гигабайт от 4 гигабайт поддержка класса карт памяти выше класса 4 облачное видео включить или выключить изображение повернуть горизонтальное зеркало ротация все здесь можно сделать режим сцены стоит нормальный режим это я уже кликнул управление подсветкой режим ночного видения компенсация освещенности широкий динамический диапазон ну надо пробовать не на не на всех камерах именно вот этот режим и работают чувствительность датчика движения можно выставить или выключить его вообще важные советы по настройке обнаружение больше будет срабатывать режим энергосбережения низкая чувствительность длительное зависание низкое потребление средняя чувствительность кратковременное зависание среднее потребление ну понятно чем чаще срабатывает датчик движения как я вам говорил на высокой чувствительности если поставим тем камера будет больше активно и тем будет больше потреблять электроэнергии или же отключить его вообще ну скорее всего тогда камера будет работать постоянно установить режим дежурства можете по графику поставить когда камере работать так же интересно тревога устройство включить скорее всего может звуковая будет тревога или же приход уведомлений задержка дозревания именно после движения какое время камера будет работать и или же постоянно вот именно тот момент когда можно камеру поставить в постоянку или же задержка работы после движения 15 секунд 3060 частота питания светодиодный индикатор можно его выключить если не хотите чтоб камера себя выдавала но также он помогает видеть в каком режиме работает камера если это вам нужно понятно если вы уезжаете и не будете видеть воочию камеру то можно его выключить просто она не будет заметно не столько он потребляет сколько камеру выдает время синхронизации синхронизировать время с телефоном также можно и имя устройства здесь айди производитель модель версия прошивки вайфай версия и обновление прошивки также можно делать удаленно проверка обновить сейчас ну давайте обновим и посмотрим этот процесс пошло свечение красного и синего одновременно превратился цвет в малиновый и идет загрузка прошивки перешло свечение в красный светодиода уже в синий успешно прошито все готово можно прошивать и сейчас по идее у нас обновление прошивки прошивка последняя все корректно все классно ну вот такая сирена наверно ее лучше выключить перед тем как я камеру установлю на улице но и также вот видите входная дверь деятельность просмотреть просматриваем деятельность что у нас здесь не запись а просто в онлайн перекидывает на камеру скорее всего так ну и вы выключу я конечно же тревогу где тут она установить тревогу тревога это имеется в виду именно звуковой звуковая тревога просмотр карты памяти значок у нас есть переключатель клоуд или же карта памяти кликаем и сразу прогружаются ролики записанные по тревоге за сегодняшний день нужно вам другой день выбрать или несколько дней открывайте календарь по времени скорее всего должны прогрузиться значки время записи активации 77 19 секунд различные моменты кликаем сразу переходим на камеру даю ухты время синхронизации синхронизировать время с телефоном офигенная аудио аудио просто офигеннейшая ну и летит нормально время просыпайся 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 включена обнаружение активности то есть есть разные моменты записи блин супер и качественное видео время дата желтеньким все 4 мега отлично первое впечатление положительное выйдя просто в список устройств видим иконку с этой камеры включать и выключать тревогу именно приходит уведомление видно по тревоге можно и отсюда и здесь вот настройки поделиться правами доступа облачный сервис айди и удалить устройство если вдруг вы кому-то его продаете или отдаете также альбом есть также здесь этот альбом именно где я делал фото и писал краткое видео это я зашел на камеру в онлайне и включил запись чтобы писала в папку смартфона именно тот момент когда что-то интересное вы зашли увидели по тревоге и тут же кликнули на запись и у вас эта запись сохранится в смартфоне не вне на карте памяти а в смартфоне давайте пока я камеру не вынес на улицу тут рядом с розеткой посмотрим что произойдет если я подключу камеру именно в разъем в аккумуляторном отсеке ее кабелем который идет в комплекте юсб тайп си и подключу ее 5 вольтовым двухамперным реальным двухамперным блоком питания зарядная вот попросту говоря от смартфона подключил его в 220 и подключаю в разъем скорее всего там индикация должна будет светиться до светится красным индикатор что идет зарядка мигает красным и зеленым не знаю видно вам будет здесь или нет вот красный зеленый красный зеленый наверное говорит о том что идет зарядка в таком режиме кстати также камера может работать и давайте посмотрим на ее индикацию захожу на приложение в приложении грузится быстро адекватно и захожу на камеру смотрите очень быстро здесь показано нам значок что камера заряжается ну и показывает стопроцентную зарядку тут наверное не совсем корректно хотя все может быть но скорее всего стопроцентную зарядку показывает судя по подключенному блоку питания когда блок питания отключим будет реальные процентные соотношения показывать заряда ну а так как идет зарядка вот у нас видно молния есть поэтому индикация также имеется солнечная панель когда будет заряжать сейчас вынесу на улицу посмотрим но такой вариант тоже допустим работы камеры при условии что аккумуляторы с плата и защиты камера на улице загрузка быстро произошла все установил отслеживает людей видите просто показывает значками на что камера реагирует по какому поводу она будет вести запись картинка сочная отличная тут вопросов нету сейчас я ее перенаправлю вот именно тот момент когда вы будете заходить удаленно камеру перенаправлять ну вот я держу она не поворачивается именно вот такими вот моментами но понятно с чем этим это связано камеру я прикрепил отдельно солнечная панель на тем же навесом но на крыше лежит на кабеле понятно на 5 метровом смотрите показывает стопроцентный заряд и зарядку но именно это тот момент когда эта информация выводится по напряжению с приходящему на преобразователь и оттуда считывается вот именно этот момент панель солнечную если отключить то будет показан реальный заряд аккумуляторов ну и вы должны понимать что этот момент именно работы камеры будет напрямую зависеть от мощности сигнала вай фая посмотрите одно деление специальная уменьшил мощность сигнала вай фая камера висит тормозит при вообще первом делении из всех но прогружается и присылает уведомления такая работа конечно не годится я просто попробовал камеру отнести в удаленное место и в sd качестве в легком качестве качество кстати можно переключать именно вот здесь на сигнал вай фая на должном уровне и камера работает отлично напрямую зависит от сигнала вай фая в данном случае вот с этой камерой с вариантом с gsm-модулем с поддержкой sim-карт 4g камера там будет у вас напрямую зависеть от качество интернета и покрытие сети мобильного оператора sim-карта которого у вас установлена в камеру поэтому нужно здесь учитывать камера работает отлично на минимальном сигнале она есть в сети сигнал когда вай фая пропадает полностью есть звуковые сопровождения женщина говорит что сигнал вай фая пропал то есть подключите камеру есть такие моменты ну вот сигнал вай фая увеличил через транслятор я сейчас камера работает понятно что там скорость интернета еще меньше а вот если непосредственно где-то в близости от роутера или хороший мощный сигнал от самого роутера без ретранслятора камера будет работать вообще красиво качество картинки на должном уровне очень хорошее качество здесь сказать нечего определяет людей далеко вон она определяет выделяет объект который движется зеленым прямоугольником слежение в данных камерах нету по понятным причинам из-за того что камеры работают от аккумуляторов на слежение понятно это нужно чтобы камера но была подключена в сеть так быстро будут разряжаться аккумуляторы таким вот образом увеличиваем громкость динамика включаем аудио с камеры ну аудио вы слышали в записи отличный вариант за день работы камера показала себя только старых с хорошей стороны вот сейчас уже ночь стемнело открываю камеру вот в онлайне увидели вы время прогрузки ее и вполне отличная ночная картинка также все со звуком в hd качестве хороший сигнал вай фай по показаниям заряда аккумулятора за день солнечная панель зарядила аккумуляторы до 100 процентов видели вы общий показатель был при установке 77 процентов сейчас сто процентов и это солнце уже давно зашло показано что заряда нету никакого то есть камера полностью работает на аккумуляторах без какого-то зарядного устройства в виде солнечной панели или же блока питания и вот ночная картинка на отличном уровне еще один момент многие интересуются будет ли камера работать без интернета до камера будет работать без интернета и будет вести запись на карту памяти случае если вдруг пропала связь пропал интернет камера продолжает себе работать пишет на карту памяти со звуком еще какой очень приятный момент и это можно просмотреть в записях чувствительность датчика движения стоит в средней можно поставить высокую срабатывает датчик движения на расстоянии где-то 15 и больше метров люди вот там далеко проходят и камера уже активируется и работает небольшая предзапись уведомления приходят и приходят по именно по активности по активации через датчик движения я поставил давайте вот то любой клик ним загрузился и вот видите вы на велосипедиста она сработала велосипедист уже далеко вон отъехал и она определяет его как объект за которым на которой она сработала прогул прогружаются ролики с карты памяти адекватно у вас в прямом эфире и со звуком с хорошим звуком все идет по ночной картинке ночные сюжеты как она отрабатывала и на кого вон видите очень далеко идет человек она активировалась это больше чем 15 метров уже она активировалась и сделала запись ну и вот рядом вышел человек и просто запись продолжается опять же тот же человек или уже другой пошел на перекрестке в обратную сторону и также камера записывает этот сюжет но еще какой один момент угол широкий я сказал вам что объектив 36 миллиметра но тут пошире может быть даже 28 но как особого угла скруглений не видно но угол широченный угол классный также момент работы камеры в ночных режимах кстати не надо ничего даже переставлять хотите включить светодиоды и и белые кликаете на иконку переходит камера в цвет и включает белые светодиоды и вы видите отличную ночную картинку в цвете очень классная ночная картинка и такое впечатление что установлены мощные классные лет светодиоды сейчас выйдем на улицу и проверим это воочию ну и также выключить это вы принудительно переводите камеру но есть же и ночные режимы кируем именно этот момент когда выхожу на улицу и появляюсь перед камерой и вот происходит активация камеры синий светодиод я не выключал две красных точки это и к светодиоды ночной подсветки которые работают в паре с черно-белым режимом ну и тут же мне пришло уведомление входная дверь активация камеры произошла активирую камеру с приложения также данная активация выводит камеру и сна вот я стою сейчас перед вами и включаю белые светодиоды вы знаете я в шоке эта подсветка еще мощнее чем обладают такой подсветкой обычные камеры которые питаются от сети вот оно что вот она удача именно ночного режима вот этого яркого 4 очень мощных лет светодиода посмотрите какое освещение это просто бомба очень яркие светодиоды понятно что это не очень я думаю позитивно будет отражаться на аккумуляторе но на какое-то время включить я думаю это все дело можно ну и выключаем камера переходит черно-белое изображение кстати очень классная картинка черно-белая на достойном уровне детализация все моменты очень классные ну вот я не знаю смысл вот это выделение объекта который движется перед камерой ну просто наверно показывает вам на что реагирует камера что пишет классная картинка ночная просто супер лично мне камера очень понравилась за день ни одного глюка отличная работа и немаловажно отличная работа приложения у бокс только порадовал работает очень классно ну и камера сама по себе тоже отличная картинка днем ночью порадовали очень лет светодиоды очень яркие классные заменят вам такой небольшой прожектор ну даже скажу вот 10 ватный такой классный прожектор белый яркий такой свет и приятно что в цвет когда она переходит помогают и и тело и светодиоды понятно что что не с большой высоты ну данная камера и не для большой высоты установки это понятно не с 10 этажа ну что не будет она эффективна это где-то ну до 5 скорее всего это нужно уже смотреть как направлять и какую чувствительность датчика оставить но и к датчик также работает очень классно на средные чувствительности видели вы на каком расстоянии он активирует камеру порадовала также солнечная панель вот в этот раз я могу сказать что реально она была эффективна если прошлые разы ну или просто так совпало что сегодня солнечный день хороший солнечная активность классная но солнечная панель до зарядила за полдня можно сказать аккумуляторы до 100 процентов и это видно очень классно то есть нем немаловажно солнечный день солнечная панель продлит время работы вашей камеры до замены аккумуляторов на сегодня все подпишитесь на мой канал группа в телеграме по видеонаблюдению по вашим просьбам слов создал общаемся делимся информацией помогаем друг другу кто чем может также составляю адрес своей электронной почты переходите пишите мне помогу вам подобрать оборудование различные видеорегистраторы блоки питания камеры на алиэкспрессе подскажу там ссылки вам останется только заказать также в instagram подпишитесь тут же уже фото есть данной камеры и вы будете знать что будет в ближайших видео обзорах на моем канале всем удачи и до следующих видео